Привет всем любителям физики и физических экспериментов! Год назад мы сняли три ролика под общим названием «Парадокс изогнутой трубы», которые вызвали живейшую, самую бурную дискуссию. Этой весной мы добавили к ним еще один ролик. Ну, и мы думаем, что настало время подвести итоги, собрать вместе все доводы, показать материал, который был сделан уже не нами, а нашими подписчиками, а в конце этого ролика мы покажем эксперимент, которого у нас до сих пор еще не было. Нечто совершенно новое. Напомню, в чем состоит этот парадокс. Мы рассматриваем воду, текущую по трубе U-образной формы. И многие люди считают, что частицы, которые одновременно входят в поворотное колено, должны и выйти из этого колена тоже одновременно. Но тогда должно получиться, что та частица, которая двигается вдоль внутреннего обвода, во время этого движения должна уменьшить свою скорость, ведь ей предстоит пройти меньшее расстояние. А та частица, которая движется вдоль внешнего обвода, наоборот, должна увеличить свою скорость, чтобы пройти большее расстояние. А я утверждаю и буду это доказывать, что все происходит ровно наоборот. Та частица, которая движется вдоль внутреннего обвода, еще и увеличит свою скорость, пока будет идти по этой поворотной дорожке. а та, которая идет по внешнему обводу, еще и замедлится, так что частица, которая прошла по внутреннему обводу, очень сильно обгонит ту, которая шла по внешнему обводу. Мое доказательство строится следующим образом. Рассмотрим частицу воды, которая движется на поворотном участке вдоль его средней линии. Поскольку эта частица движется по дуге окружности, она все время меняет направление своей скорости. И это значит, что на нее действует центростремительная сила, направленная по радиусу к центру окружности. Но единственным источником силы, действующей на частицу, может быть только разность давлений по разные стороны от нее. Отсюда следует, что давление на внешнем обводе должно быть выше среднего, а на внутреннем обводе ниже среднего. Теперь рассмотрим две частицы, которые движутся вдоль внутреннего и вдоль внешнего обвода. Та частица, которая движется по внешнему обводу, входит в область повышенного давления, и по закону сохранения энергии, ее скорость должна здесь уменьшиться. Так что она пройдет внешний обвод с меньшей скоростью. Теперь рассмотрим еще одно заблуждение, которое, в общем-то, вытекает из первого. Некоторые люди считают, что средняя линия тока, которая делила дорожку на две равные половины на входе, будет делить ее на две равных половины и на повороте. Но это утверждение неверное, и мы покажем это так. Ну, я вот условно изображу, что есть половина воды, прилегающая к внутреннему обводу, и половина к внешнему. Здесь они двигаются с одной скоростью, ну и, соответственно, по одинаковым сечениям, которые, конечно, надо бы не так изображать, но вот мне такими эллипсами удобно это сделать. А теперь смотрите, мы уже показали, что та часть жидкости, которая течет вдоль внутреннего обвода, у нее скорость будет больше. Поэтому для ее пропускания достаточно будет меньшего сечения. Ну, я здесь приложу такую стрелочку и условное сечение. А та жидкость, которая течет вдоль внешнего обвода, она замедляется. Ну, и для замедления нужно сечение увеличить. Ну, и, соответственно, такое условное сечение приложу и сюда. А это означает, что линия, которая здесь шла посредине, должна будет прижаться к внутреннему обводу, ну, а потом, выйдя, снова будет делить сечение пополам. И, конечно, я должен подчеркнуть, что все, что сказано до сих пор, относится к модели безвихревого течения, идеальной, не сжимаемой, невязкой жидкости. И расчеты течения в такой модели выполнил наш подписчик с никнеймом YTRV. И мы можем сейчас на них посмотреть. И мы видим здесь все, о чем я говорил. Скорость жидкости на внутреннем обводе существенно больше, чем скорость на внешнем. И радиусы обводов здесь относятся как 1 к 3, ну, и, соответственно, скорости относятся как 3 к 1. Красным цветом выделена область повышенного давления, и она находится у внешнего обвода. А синим – область пониженного давления, и она находится у внутреннего обвода. А еще можно приглядеться к средней линии и к тому, как она прижимается ко внутреннему обводу, когда проходит поворот. Ну, а теперь посмотрите. Наш канал, он все-таки посвящен в заметной мере экспериментальной физике, а мои рассуждения пока что носили такой качественно-теоретический характер. Ну, и, конечно, хорошо бы было сейчас перейти к эксперименту, но сделать эксперимент с течением воды по трубе, померить распределение скоростей – это все-таки занятие такое достаточно сложное. Но мы можем воспользоваться аналогией между течением воды по трубам и течением электрического тока. Аналогия эта основана на том, что уравнение как для случая течения идеальной несжимаемой жидкости каковой мы и считали воду в наших рассуждениях и электрического тока в однородной среде они выглядят совершенно одинаково. Ну, и поэтому я приготовил вот такую дорожку из фольги. Сюда будет подаваться напряжение, и по этой дорожке будет течь электрический ток, а мы будем смотреть, как он в ней распределен. Установка в целом выглядит так. Мы используем источник, который выдает небольшие напряжения. Значит, сейчас он установлен на напряжение полтора вольта, но зато достаточно большие токи. И сейчас по дорожке течет ток в 39 ампер. И если я приложу к дорожке руки, я чувствую, как она быстро нагревается. Если бы у нас был тепловизор, можно было бы посмотреть на распределение температуры. Но тепловизора у нас сейчас нет. Я источник пока отключу и объясню, как мы будем действовать. Значит, мы знаем полный ток, который течет по этой цепи. А нас интересует распределение плотности тока. Но его непосредственно померить мы не можем. Но мы знаем, что плотность тока пропорциональна электрическому полю, который, впрочем, тоже непосредственно мы померить не можем. Но зато мы можем взять вот такой щуп с двумя выводами и прикладывать его к дорожке и находить напряжение между этими двумя точками. А электрическое поле – это напряжение, деленное на расстояние. Ну и дальше у нас появляется плотность тока, о которой мы будем судить по величине напряжения, которое будем измерять милливольтметром. А теперь давайте посмотрим на распределение плотности тока. И сначала убедимся, что ток распределен равномерно на прямых участках дорожки. Ну, прикладываем к внутренней стороне. Значит, 12 милливольт к середине. Те же самые 12 милливольт. И на краю опять те же самые 12 милливольт. Ну, а теперь посмотрим, что у нас происходит на обводе. На краю 7,8, меньше чем 12. Посредине. Ну, 11,7, практически те самые 12. А теперь на внутреннем обводе 20,5, существенно больше, чем 12. Стало быть, ток, можно сказать, что в основном старается течь по внутреннему обводу. Но оно и понятно, там расстояние меньше, значит и сопротивление меньше. И вот эту аналогию между течением невязкой, несжимаемой жидкости и распределением плотности электрического тока в однородной среде мы рассматривали еще в прошлом году. Но за это время мы очень поднаторели в использовании программы Vizimac для моделирования магнитных полей. И поскольку магнитное поле в однородной среде описывается теми же уравнениями, что и распределение электрического тока, и течение идеальной нежимаемой жидкости, мы можем взять и нарисовать картинку течения Vizimac и посмотреть на нее своими глазами. Возьмем постоянный магнит в форме полукруглой подковы и приставим к нему U-образный магнитопровод с высокой магнитной проницаемостью. В этом случае магнитное поле будет практически целиком сосредоточено внутри магнитопровода. Посмотрим на поле в такой системе, рассчитанное в программе Vizimac. И мы видим, что на поворотах на внутреннем обводе силовые линии расположены плотнее и магнитное поле больше среднего, а на внешнем обводе силовые линии расположены реже и магнитное поле меньше среднего. А силовая линия, которая на прямых участках разделяла поток на две равные половины, на повороте оказалась сдвинутой в сторону внутреннего обвода. А теперь имеет смысл еще раз поговорить о том, какое отношение распределения магнитного поля в магнитопроводе или распределения плотности электрического тока в проводнике имеет к течению идеальной нежимаемой невязкой жидкости. Здесь у меня выписаны два уравнения, которые описывают все эти ситуации. И первое уравнение. Дивергенция поля скоростей равна нулю. Ну, говоря по-простому, это принцип непрерывности. Сколько у нас втекает жидкости в одном сечении трубы, столько и вытекает из нее. Никаких источников внутри нет. Второе уравнение. Ротор поля скоростей равен нулю. И это уравнение говорит нам о том, что течение является безвихревым. Однако, если бы жидкость была сколько-то вязкой, это второе уравнение уже не выполнялось бы. Там надо было бы писать уравнение на въезд токса более сложное. Ну, и вот наш подписчик с таким никнеймом, StepPeace, еще тогда, год назад, когда мы обсуждали эту тему, сделал расчеты в некоторой уже программе, которая считает нестационарное течение с учетом вязкости жидкости. И получил интересные картинки, на которые мы с вами сейчас посмотрим. Первая картинка построена для поля скоростей. И здесь синим показаны самые быстрые движения, а красным самые медленные. И мы видим, что на выходе из поворота, на внутреннем обводе происходит характерный срыв вихрей. Впрочем, такой же срыв вихрей происходит и на входе в поворот, но на внешней стороне колена. А эта картинка построена для поля давлений. Желтое давление здесь самое низкое. И срыв вихрей за поворотом здесь видно даже лучше. Вихри срываются один за другим и даже сливаются. Внутри каждого вихря давление очень низкое. Иногда для него и красного цвета не хватает. Вихри видны и на внешнем обводе, но они не такие интенсивные. А теперь хит сезона. Эксперимент, который я пообещал провести в четвертом ролике. И для него построена очень простая установка. Вот это самое У-образное колено. Воздух будет заходить в него по прямой трубке. А откачиваться он будет с помощью пылесоса, присоединенного к вот этому патрубку. Ну и то, что здесь есть такой поворот, уже не важно. Потому что этот поворот за коленом находится. И никак на него не повлияет. А к самому колену присоединены две трубочки. Одна на внутреннем обводе и одна на внешнем. Очень тоненькие. А по резиновым трубкам дальше. Значит, все это хозяйство введено сюда на У-образный манометр, который будет измерять разность давлений на двух обводах. Ну, когда по установке потечет воздух. Согласно предсказаниям нашей теории, давление на внутреннем обводе должно быть меньше, а на внешнем больше. И это означает, что столбик в левом колене у образного манометра должен подняться вверх, а в правом опуститься вниз. Давайте посмотрим, что произойдет в реальности. Включаем пылесос. Постепенно наращиваем обороты. И видим, что столбики действительно пошли туда, куда я и предсказывал. И сейчас разность между ними по высоте составила 5 сантиметров. Это значит, что разность давлений составляет 5 сантиметров водяного столба или 500 паскалей. И вот теперь мы знаем и из теории, и из прямого эксперимента, что давление на внутреннем обводе меньше, а на внешнем обводе больше. Но за счет чего создается эта разность давлений? Я думаю, что на этот вопрос вы сумеете ответить. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok